Змея Змея Природа человека нуждается в неустанном и непрерывном движении, что называют стремлением к гармонии, а иначе эта природа уподобится той странной змее и падет в огненную яму. В эфире телеканала АТВ, шестой выпуск программы «Три драгоценности». С вами Молодший Римазаров. Здравствуйте! Буддизм – это древнейшая мировая религия, что воспринимает человека как личность, а не члена какой-либо группы. Именно буддизм предполагает путь духовного развития с целью проникновения в истинную природу вещей. Так популярно характеризует буддизм. Наш очередной выпуск посвящен одной из самых загадочных буддийских дисциплин – тибетское или буддийское йога-движение, также известное как янтра-йога. Чисто визуально это комплекс физических и дыхательных упражнений, очень схожий с комплексом хатха-йоги. Но янтра имеет множество принципиальных отличий. Каких именно – узнаем далее. Меня зовут Сергей Саблин. Я сертифицированный инструктор по янтра-йоге. Я получил передачу «Янтра-йоги» от великого тибетского мастера «Зачем нам хай-норгу». Янтра-йога – это тибетское йога-движение. И здесь на внешнем плане она вроде походит на хатха-йогу. Мы тоже есть какие-то позиции, которые схожи с позициям янтра-йоги. Но особенностью является то, что здесь наиболее важно весь процесс, как мы входим в эту позицию, как мы в ней находимся, и как мы из нее выходим. И все это применяется с разными аспектами нашего дыхания. И ключевым моментом здесь является то, что все это выполняется в определенном ритме. И в янтра-йоге ритм очень важен. И, соответственно, это основное отличие янтра-йоги от хатха-йоги. Она динамичная и, я считаю, более подходит для наших холодных климатов. Так как мы выполняем дыхание в определенном ритме, и мы производим балансировку всех наших функций ритма. У нас есть ритмы мозга, ритмы внутренних процессов и так далее. И мы с помощью ритмов нашего дыхания, ритмов движения, мы все эти функции ритма синхронизируем между собой. И у нас происходит балансировка энергии. У нас происходит синхронизация всех внутренних процессов. И это сказывается на нашем здоровье, на нашем эмоционально-психологическом состоянии. И успокаивается наш ум, мы становимся более расслабленными и более сбалансированными. У меня начались проблемы со здоровьем. То есть начала болеть голова на регулярной основе. Ну, то есть там прямо там чуть ли не каждый день. И то есть я там прошел дорогостоящие обследования. Ну, ничего толком, как бы, результаты обследования не дали. И, как бы, ну, я уже давно слышал, знал о пьянтаре йоги, что она имеет оздоравливающий эффект и решила на себе это попробовать. Уже вот полгода хожу, то есть, ну, через месяц у меня голова перестала болеть вообще. И вот уже полгода себя отлично чувствую. То есть состояние моего здоровья только улучшается. Я очень рад. Я хожу вот три раза в неделю уже ходим. Помимо здоровительного эффекта сейчас ощущаю на себе, что и уже сознание очищается. То есть проходит, как мудрость, я бы так сказал, проходит. То есть действительно помогает еще и сбалансировать мысли нянтаре йоги. То есть уже спокойнее относишься к разным ситуациям. То есть уже ухожу на новый уровень. То есть с уровня здоровья на уровень, ну, как бы, развития умственного, душевного. Янтаре йога описана учителем Вайрачаном, тибетским мастером в 7 веке нашей эры в трактате «Союз Солнца и Луны». Вот это первое упоминание о янтаре йоге. И она состоит из трех книг. Первая книга – это описание 108 движений дыхания янтаре йоги. Вторая книга – это польза по тибетской медицине от упражнений янтаре йоги. И третья книга – это тумо, это формирование внутреннего жара с использованием упражнений янтаре йоги. И, соответственно, это целостностная система. И она передавалась из поколения в поколение. И в наше время, то есть тибетский мастер Чигьянамхай Норбу начал в конце 70-х преподавать ее на Западе. Благодаря чему мы о ней узнали. Цель янтаре йоги зависит от того, какую цель ставят практикующие перед собой. То есть если у них просто цели оздоровительные, то они получат терапевтический эффект усиления своего здоровья. Не только физического, но и эмоционального, и психологического от этих упражнений янтаре йоги. Если ставить цели успокоить свои эмоции, ум, гнев и так далее, это тоже можно достичь с помощью янтаре йоги. Или, например, если у кого-то цели увеличить гибкость, устранить блоки в теле и тому подобное. То есть все это можно, используя разные упражнения янтаре йоги, применить и получить результат. Для тех, кто хочет вопроса самопознания, тут, как говорится, широчайшие возможности углубления в себя и работы со всеми нашими аспектами, с телом, с нашим дыханием, и связанной с ней энергией и с нашим умом. Янтра йога, она действительно дает успокоение, успокоение внутреннее, то есть какая-то гармонизация получается. Если говорить коротко, то йога — это гибкое тело, подвижные суставы, это продление молодости на долгие годы. Йога — это внутреннее спокойствие, гармония и позитивный настрой. Вот это вот ощущается. Лично я еще на себе ощутила, что дыхание становится более спокойным, ум успокаивается, внутреннее состояние и внешнее, эмоциональное более ровное. То есть к жизни относишься спокойно, позитивно, доброжелательно, всех любишь вокруг. Янтра йогу нежелательно практиковать самостоятельно. Это в связи с тем, что при выполнении любых сложных вещей, упражнений и дыхательных практик, здесь очень важна обратная связь от человека, который является специалистом в этом. И иначе, например, если мы просто прочитали в книжке эти упражнения, пытаемся делать, или там на ютубе, то мы никогда не поймем, правильно ли мы это делаем. И только специалист, мастер, который знает эти нюансы, может все эти нюансы дать и исправить ошибки у практикующих янтра йогу. Иначе это может просто привести, ну, в самом лучшем варианте, это просто неправильное выполнение и неполучение результата. Или, если долго и неправильно делать, то могут накапливаться напряжения в теле, напряжения в энергии. Это не очень хорошо для здоровья. Учитель в янтра йоге – это очень важно, потому что учитель – это корень и источник вообще знания. С помощью учителя мы получаем это знание, благодаря учителю мы развиваем это знание и реализовываем мы тоже знание учителя, которое он нам дает. И вообще, если бы не было учителя, то мы на Западе, мы вообще бы не знали янтра йоги, он просто к нам не дошел, и мы бы вообще не получили это ценнейшее знание, которое позволяет как минимум оздоравливать, как говорится, нашу нацию, и гармонизировать, и сбалансировать и психологическое, и ментальное состояние, как говорится, людей. Резюмируя все вышесказанное в классической или индийской йоге, принято считать, что именно физические нагрузки помогут нам сконцентрироваться и сосредоточиться. Однако тибетское йога-движение позволяет постичь управление нашей жизненной энергией праны посредством координации движений тела, дыхания и расслабленного ума в определенном ритме. Так как в янтра йоге основой является дыхание, то я дам простые примеры применения дыхания для балансировки своего состояния, которые можно применять в любом месте, в пробке, например, или в общественном транспорте, или на работе, или когда просто возникает потребность восстановить свое эмоциональное и психологическое состояние, то мы просто принимаем комфортную, удобную позицию, любую, осознаем ее удобно и направляем внимание на все ощущения тела, новые. Если на все ощущения тяжело, то хотя бы на 2-3 наиболее четко выраженных ощущения тела. Начнем с самого простого. Делаем глубокий выдох и просто акцентируемся на этом выдохе. И мы вроде бы его прекращаем, но обнаруживаем ощущение где-то в области ниже губка, где происходят какие-то ощущения продолжения выдоха. И мы в этом просто остаемся. И когда возникает потребность вдохнуть, мы просто в эту область начинаем вдыхать и обнаруживаем ощущение нашего вдоха. И так мы остаемся в ощущениях нашего тела и в ощущении нашего дыхания в центре, в области ниже губка. И одновременно у нас возникает ощущение на периферии. То есть на вдохе мы наполняемся из этого центра снизу до верху, а на выдохе мы опустошаемся сверху вниз. Выдох и задержка после выдоха очень способствуют расслаблению. И мы в этом же находимся. И делаем так несколько вдохов и выдохов полностью, направляя распределенное наше внимание на наши ощущения, на ощущения тела и ощущения дыхания. Вы обнаружите, что сперва вы обнаружили 2-3 ощущения, но через некоторое время количество ощущений у вас увеличивается, а при этом вы становитесь более расслабленным. И когда вы научитесь находиться, как говорится, в объемном присутствии, при этом расслабливаться, и это у вас начнет переходить в вашу повседневную жизнь, то вы в вашей повседневной жизни сможете быть одновременно и активны, и расслаблены. И вы любое действие можете делать очень активно и при этом внутренне быть абсолютно спокойным. И напоследок еще один любопытный факт. Янтра-йога не только духовная, но и лечебная практика. Лечит она путем очищения и раскрытия энергетических каналов, а также гармонизации пяти элементов человеческого тела – пространства, воздуха, огня, воды и земли. В природе эти элементы сочетаются с законами природы, но человек обладает умом, и потому сам себе закон. Стоит ему нарушить гармонию, и он уподобится змее, что угодило в огненную яму. Редактор субтитров А.Семкин